Чтобы предоставить жителям возможность пройти вакцинацию от коронавируса, рядом с Самарским театром оперы и балета организовали мобильный ФАП. Здесь сегодня прошло торжественное событие, посвященное Дню Семьи. Все желающие смогли привиться. Среди них Алексей Корнев. Мужчине ввели первый компонент вакцины. Сомневался сначала, как и все, а потом решил, надо думать сделать все-таки эту вакцину. Чтобы не болеть и огородить всю страну, и близких своих, чтобы тоже не болели меня. Дополнительно к стационарным пунктам в поликлиниках открытый пункт вакцинации в одном из торговых центров города. Два круглосуточных пункта есть в Самаре и Тольятти. Пункт вакцинации на ЖД вокзале также работает круглосуточно. Кроме того, 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, переданных главой региона Дмитрием Мазаровым в медучреждению области, используются для выездов в отдаленные районы области. В малонаселенные пункты для проведения вакцинации жителей. Маломобильные люди могут оставить заявку на прививку в поликлинике, и к ним приедет мобильная бригада медиков. Первый привился супруг, затем я, потом у дочки антитела пройдут, и тоже приведут. Чтобы не заболеть со мной, не заразить окружающих, близких детей. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Записаться на прививку можно дистанционно, по телефону горячей линии 122 и на портале госуслуг. Без записи можно прийти в круглосуточные прививочные пункты в удобное время. Обезопасили себя и близких от инфекции уже более 333 тысяч жителей области. Завершили вакцинацию из них более 254 тысяч. Свыше половины привившихся – это люди в возрасте 60 лет и старше, входящие в группу риска по заболеваемости коронавирусом. Мэри Илчан, События.